приветствую всех настоящих ценителей бокса это прогноз на бой дмитрия русская кувалда кудряшова против олимпийского чемпиона евгения тищенко поединок состоится 11 сентября пройдет он у нас в россии то есть что это получается это не ближайший а следующий выходные екатеринбург суббота поздно вечером вес cruiser weight то есть до 90 килограмм 700 грамм это там где до этого бился александр усик дартикос гасиев ну и так далее еще на кону стоит титул wbc international это титул далеко не главный но все-таки значимый зашел также я на паре матч посмотреть коэффициенты кто фаворит кто уцайдер но коэффициентов там пока нет уверен что скоро появится а также паре матч всем новым игрокам дает абсолютно реальный бонус до двух с половиной тысяч гривен или до 100 долларов вашей местной валюте бонус этот находится по ссылке в первом закрепленном комментарии прямо под этим видео парни чтобы нам понять как поединок сложится мы сейчас разберем технику дмитрия кудряшова хотя многие говорят что у них у него нету техники я с этим не согласен категорически разберем евгения и потом их стили сопоставим как именно они сочетаются конкретно друг с другом а сочетаются они довольно неожиданно начнем с дмитрия кудряшова боксер непростой судьбы потому что сначала он был топом проспектом все в него верили кричали что русская кувалда все там фанаты ездили били в барабаны и опять куда такое а потом дмитрий стал падать и внезапно все прозрели что дескать он плохой боксер что у него нету техники но я вот всегда верю своим глазам что значит нету техники если посмотреть как он бьется у любого боксера видно ну какая у него реально техника какие там плюсы минусы ошибки у каждого ну свои какие то есть особенности его дмитрий кудряшов во первых у него очень хорошая техника удара самого а эту тоже знаете даже не у всех чемпионов как ни странно она есть это первое второе кроме удара ну все там защита как он эти удары маскирует самое что веселое у него техника тоже есть и более того после того как вот ну дмитрий начал падать виден его путь я вот смотрел знаете даже интересно по своему несмотря на то что он проигрывает какую он проводил работу над ошибками и как он пытался измениться в какой-то момент он из своего этого шелдер ролла стал руки поднимать но плотно очень держать как бы у головы то есть руки у головы хороший победные серии переводит на головой хорошо сейчас было потом попробовал много двигаться по кругу кстати вот в последнем бою с евгением романовым прямо стал в первом раунде колесить это же не шутки все да то есть это техника и сама что веселая вот многие боксеры вот ну они реально не техничные дмитрий да у него есть техника и у технику дара и всего остального но факт остается фактом что дела у него не складываются такими ударами рефери внимательно внимательно следит слева пропускает кудряшов почему эта тема сложная ну понятно возможно потому что он плохо держит удар это самое очевидное но интересно другое что он когда пробует разные пути вроде начинает двигаться вроде идет вроде там перекрывается идет потом раз все тоже самое да то есть возможно это уже как такой вот штопор некий такой знаете как психологически уже начинает в него лететь нету веры возможно в себя какой-то глубинной да а главное что есть вера наоборот у противников возможность нокутировать дмитрия это как бы все складывается и как чудо вроде исправляет даже многие вещи вроде ну видно что прогресс есть как ни странно но опять результат такой же то есть вот такая штука с дмитрием кудряшовым на этом пока остановимся отдельно еще обсудим его последний бой но не сейчас и евгений тищенко да я знаю что у него много хейтеров потому что очень неоднозначно взял он золото на олимпийских играх но как он бьется левша очень высокий метр девяносто шесть и стиль крайне нестандартный то есть евгений он как бы высоченный с одной стороны обычно высокие боксеры они такие ну дистанционные там издалека руки бросают уходят евгений скорее не такой он сутуливается очень сильно ну что для боксера здорово группируется и как вот чудо не в глухой защите боксирует была рука утищет будучи высоченным более того он довольно бодрый с прямых ударов бьет левый прямой но он у него не висит как часто высоко какой-либо прямой ну короче передней рукой прямой право же левша в общем он у него не висит над противником чтобы буквально вот его тут клевать а он как бы собранный то есть у него удар этот проходит всю траекторию но он его выбрасывает быстро внезапно двигается и теперь важно осознать почему евгений проиграл последний поединок и сам чуну вот пожалуйста многие были удивлены просто поражены и ищут разные объяснения что там не хватило чуть-чуть опыта слишком рано вывели на сильного боксера одни говорят другие говорят наоборот до этого были слабые поэтому проиграл я считаю вообще дело в другом дело в базовой технике то есть был некий стиль довольно нестандартный можно сказать не классический это высоченный парень сутуривается группируется часто двигается но глухую защиту часто применяет терпит ну есть определенный характер и в этих вот аибовских перчатках в олимпийском боксе в этом регламенте не так много забой примешь всего три раунда это сила ударов не такие поставленные удары у него это работало все глухая защита где-то перетерпел там стал раз свои руки выбросил прямые удары бил особо со стороны во всяком случае так выглядит без какого-то вложения массы поворота там корпуса больше у него как бы сильный удар а это там крюки в область печени боковые это как бы все есть а в профи получается перешел и там совершенно по-другому то есть а вот это вот глухая защита а там уже жесткий удар у противников они там между рук если проходят и даже в руки это очень плохо то что прямых как бы сильных ну нету так внешне кажется во всяком случае по любителям это как бы без разницы там ты попал все нормально а здесь как бы сила нужна для силы начинает бить ну крюки разные кстати в область печи очень здорово бьет держать макаломовна но с этими крюками получается открывается вот раз ты бьешь крюки то тебе можно бить в разрез и табисио мчун он хорошо не в попад в разрез бил по-разному попадал вот пожалуйста мчуну три боковых в принципе эти двойки и еще руки быстрые были и в общем многие удивились что что такого происходит ну в принципе с точки зрения чисто вот как бы как это стиле делают бои все вполне хоть ожидаемо все вполне нормальный вполне здраво вот ну а дальше понятно у каждого своя правда насколько я знаю евгений он сейчас переехал в екатеринбург сменил команду стал тренироваться очень плотно то есть он заряжен смотивированный как бы я ему желаю в этом удачи теперь переходим к тому как сложится бой ну смотрите понятное дело так выглядят со стороны что поединок сделан как бы до евгения тищенко ну очевидно да потому что дмитрий его уже все бьют дальше евгений тренируется в екатеринбурге и дмитрий едет к нему в екатеринбург дальше дмитрий кудряшова 35 ну такой большой возраст евгению тищенко только 30 то есть еще как бы все впереди все это складывается да и понятно что как бы бой сделан под тищенко но очень ну и я думаю и у букмекеров скорее всего будет он фаворитом но очень здесь получается интересная ситуация вот это понимаете сочетание то что венченко глухую защиту любит то есть он в принципе без проблем принимает удары на блок он это любит делать а дмитрий кудряшов он так конь копытом бьет то есть у него с ударом полный порядок и мне кажется что вот это сочетание любовь как бы группироваться и собрана быть чтоб на блок принимать от евгения и в то же время что дмитрий он попасть не может а если есть такая вот защита ну как блок и он класс он я прям как выйдет в ринг скажет спасибо друг так почаще становись вот и ведь будет как бы тяжело да в этот момент есть в пользу дмитрия как бы этот момент дальше опять же то что сильные как бы прямые удары не очень сила у евгения ну со стороны так выглядит больше крюки плотный крюк все эти крюки можно как бы когда он крюки бьет в коридор ему ударить в разрез дмитрий кудряшов обладает этим ударом ну в разрез тяжелым чему я это все клоню с одной стороны понятно много шансов что евгений тишинка как произведен в год он насчет мог двигаться он лишь начнет крутить он начнет издалека клевать своим джебом дмитрий в первых раундах за ним не поспеет дальше дмитрий он обычно подсаживается с ним что-то такое начинает ну нехорошее происходить вот и много шансов просто что как бы своей молодостью желанием грубо говоря что именно ну евгений тишинка возьмет и как бы все фактически для этого сделано но в то же время интрига определенная вот это вот сочетание в первую очередь блок от тишинка и ломовые удары от кудряшова это в пользу кудряшова играет и может может в бою так случится что мы можем вот как бы увидеть за счет этого победу дмитрия еще одна штука тоже последний бой с евгением романовым дмитрий явно что-то с ним было не то морально то есть он видно расклеивается психологически то есть его тренер бупас очень медийный известный тренер в россии он прямо почти кричал в перерывах то есть весь забыл на эмоциях о том что с собой хруст пытался дмитрия раскачать он ему говорит там проснись типа бейся там делай то делай это а видно дмитрий я не то что хочу позорасовать вообще нет я понимаю это очень трудно это знаете но было такое чувство он как будто во сне или в каком-то трансе гипнозе в каком-то непреодолимом состоянии и как бы его тело и его мозг не так связано он как-то не может свое тело заставить делать то что от него ну просит тренер то есть не получается и вот это вот тоже такая вот психология такое чувство что дмитрий реально какой-то ну надломленный что ли да так вот во всяком случае кажется со стороны давайте подведем некий итог букмекеры если на паре матч будут коэффициенты ну примерно там близкие да то есть там чуть чуть больше один чуть чуть больше другой я однозначно сделаю азартную ставку на евгения тищенко потому что дмитрий кудряшов как мне кажется морально в первую очередь какой-то надломленный что-то с ним не тот происходит во всяком случае так кажется со стороны с другой стороны если в одну калитку будет фаворитом евгений тищенко то я просто никаких ставок на паре матч делать не буду потому что всегда остается маленький шанс что вот этого сочетания блока от тищенко и ломового удара от кудряшова может как ни странно сложится не в пользу евгения тищенко особенно если дмитрий кудряшов упрется ударом своим не по воздуху ударе да вот упрется в этот блок то это ему даст уверенности и чем черт не шутит в этому интрига боя а вам спасибо что данное видео посмотрели всем добра до новых встреч тушу камеру